Слышишь меня? Володя! На колено и в попку дам! Ни для кого не секрет, что с началом спецоперации российские артисты разделились на два лагеря. Тех, кто поддержал решение президента, и тех, кто сбежал из страны. О прекращении всяческого сотрудничества с Россией сразу же заговорили и многие звезды-иностранцы, прославившиеся в основном исполнением русскоязычных песен и ролями в советских, а затем уже и российских фильмах. Но дальше всех, как мне кажется, зашла 82-летняя актриса-полячка Барбара Брыльска, 50 лет назад сыгравшая Надежду Шевелеву в самой любимой россиянами новогодней комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». Престарелая пани Барбара, удостойная государственной премии СССР за главную роль в «Иронии судьбы», теперь поливает грязью руководство нашей страны, российскую армию, бывших друзей актеров и вообще всех россиян, гордящихся своей родиной. В родной Польше о престарелой актрисе, не имеющей даже почетного звания, уже давно не вспоминают. Не помнили бы о ней и у нас, если бы на каждый Новый год она не появлялась на телеэкранах в комедии Рязанова. Наверняка многие соотечественники отказали бы себе в удовольствии строгать Оливье под иронию судьбы, если бы знали, что позволяет себе Брыльска. Актриса-пенсионерка делала вид, что не любит говорить о политике, так как почти в ней не разбирается. Политика ненавижу, не занимаюсь. Но это не помешало Барбаре разочароваться в нашем президенте, начавшем спецоперацию, и фамильярно обратиться к Владимиру Владимировичу с приказом встать на колени, чтобы она могла его отшлепать. Вот интересно, если бы актрисе, забытой даже польскими режиссерами, было что терять, могла бы она себе такое позволить? Или у пани Барбары от невостребованности и забвения просто помешался рассудок? Но ты не знаешь правды, я сказала. Значит, умру дурно. Теперь актрисе ничего не остается, как сидеть в своем небольшом деревенском доме в 70 километрах от Варшавы и вспоминать о былой популярности и гастролях по необъятному СССР. Только теперь Брыльска предпочитает ностальгировать, выворачивая все наизнанку, строго следуя западным русофобским лекалам. В прошлом году в интервью корреспонденту издания Абзац польская актриса оскорбила жителей российской глубинки, но больше всего досталось почему-то Омску и Новосибирску, в которых, по ее словам, просто невозможно жить из-за нищеты. Также актриса заявила, что лишь в двух столицах рядовые россияне могут жить достойно, а остальное население живет, цитата, в *** из-за тех людей, которые не могут поделить власть. Самой-то пани Барбаре наверняка представляется, что она живет на роскошной вилле, а не в небольшом деревенском домике. По крайней мере, уж точно лучше бедных россиян. Узнав о том, что ее коллегу по иронии судьбы Лию Ахиджакову уволили из современника, которому она отдала полвека жизни за то, что та открыто поддерживает Украину, а не родную страну, Брыльска раздухарилась еще больше и посоветовала 85-летней артистке бежать за рубеж. Ей нужно уезжать, они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы. Однако Ахиджакова Россию покидать не спешит и лишь изредка гастролируется спектаклем по странам ближнего зарубежья. После череды оскорбительных высказываний Барбары в адрес России и ее жителей, депутат Госдумы Ольга Занко даже предложила при помощи нейросети заменить неблагодарную актрису-полячку в иронии судьбы на патриотку Валентину Талызину, голосом которой и говорила Надя Шевелева. Ольга Николаевна на своем телеграм-канале выложила видео, где самостоятельно заменила лицо Брыльской на Талызину, отметив, что у профессионалов это получится гораздо лучше. Но инициативу не поддержала даже сама Валентина Талызина. 89-летняя Валентина Илларионовна, до недавнего времени дружившая с Барбарой, даже попыталась оправдать ее поступки, предположив, что польские власти заставляют актрису высказываться против России. А потому народная артистка призвала россиян пожалеть пожилую и очень больную женщину. Она бедная, старая, больная женщина. Наверное, ей польские власти намекнули, что надо выступить против России. А все мы знаем, какая страна Польша, чтобы там жить, получать пенсию. Видимо, была вынуждена сказать это. Ее надо простить. Она очень пожилая и больная. Однако Талызина все же решила припомнить предприимчивой Брыльской, как на съемках «Иронии судьбы» она приторговывала таким дефицитным в СССР женским нижним бельем, а затем на вырученные средства в комиссионке скупала картины русских художников. Брыльской признание Талызиной показалось оскорбительным, и она стала нелепо оправдываться, что привозила вещи исключительно под заказ. Но кто же теперь ей поверит? Также Валентина Илларионовна рассказала, что Барба разрабатывала в России не только спекуляцией, но частенько приезжала на творческие встречи, за которые просила довольно приличные гонорары, причем в долларах. Она очень точно говорила сумму, она была в долларах, и ей платили здесь. Лично у меня высокомерная и желчная полячка Брыльска не вызывает абсолютно никакой жалости, и очень обидно, что из-за таких вот перевертышей многие россияне отказывают себе в удовольствии пересматривать замечательные советские фильмы. Я, например, поймала себя на мысли, что наверняка либо не буду вовсе смотреть любимую с детства комедию служебный роман, либо придется пропускать все сцены с секретаршей Ахиджаковой. А как вы считаете, уважаемые зрители, похоже, что власти Польши вынуждают Брыльску поливать Россию и ее жителей грязью? Или же актриса делает это, чтобы они вновь заговорили? Делитесь вашим мнением в комментариях. Было интересно? Тогда подписывайтесь на канал, делайте репосты и поддержите это видео лайком. С вами была Анна и зеркало экрана.